Говорят, что свято место, пусто не бывает, что никак с этим зданием в центре города непонятно. Тем не менее, торговые ряды пустуют вот уже много лет. 20 сентября Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области приняло приказ о приватизации торговых рядов на улице Краснорядской. Это не первая попытка продать здание торговых рядов. В декабре 2015 года торги были признаны несостоявшимися по причине недостаточного количества заявок. Тогда единственным участником торгов стал ООО «Приокский пассаж». А в феврале и мае этого года конкурс не состоялся по причине отсутствия заявок. Надо отметить, что комплекс является объектом культурного наследия федерального значения и реализуется с обременением. Попробуем узнать у прохожих, как им такое запущенное соседство в центре города. Вы часто здесь гуляете? Ну да, было часто здесь. А вы вот помните, что было раньше в этих торговых рядах? Если честно, нет, живу здесь всю жизнь и, в принципе, такое наблюдаю постоянно. А вот как считаете, насколько это вообще эстетично и красиво, хорошо? Ну, если бы поддерживали в определенном, так скажем, порядке, то было бы, конечно, красиво, потому что центр города. Хотелось бы, чтобы поддерживали, но как местные жители, так и власти не обращают внимания, я так понимаю. А вот вам хотелось бы, что-нибудь, может быть, чтобы было здесь конкретное? Кафе, магазины? Ну, конкретный кафе-магазин, мне кажется, их достаточно. Ну, что-нибудь, чтобы поддерживали, конечно, что-нибудь можно было бы такое. Вы давно в Рязани живете? Давно. А вот что здесь раньше было, помните, нет? То же самое, что и на той стране. То есть вы застали этот момент еще? Да, да. А вот как считаете, вообще вот этот пошарпанный вид, это не портит вообще наш город в центре? Портит. Но нет хозяина толкового. Поэтому все в таком виде остается. А что хотели бы видеть здесь? Да, можно и то же самое, что там. Второвые ряды, интересные какие-нибудь магазинчики. Пусть будет. Вы в Рязани давно живете? Достаточно. А вот как, помните, что раньше вот здесь было в этих рядах? Что тут было? Что тут помните? Или тут никогда ничего не было? Ну, я не знаю, когда это было. В 90-е тут вот было, это бестровый, это кафе еще. А как считаете, вот это вот закрученное здание в центре города портит вид вообще нашего города? Ну, что-нибудь можно придумать, какую-нибудь там торговую ряду сделать. Вы помните, что раньше вот в этом здании было, в таком новых рядах? Помню кое-что, кондитерский магазин был от Красного Октября. Там была бытовая техника у нас на углу. Ник, по-моему, Ник или Ника. Но это было очень-очень давно, лет 10, а то как бы не больше. А как считаете, вот что сейчас здание в таком вот... Безобразие. Не нравится. Во-первых, центр города, как говорится, эстетики никакой из-за этого здания. Посмотрите, все зашарпанное, некрасивое. Я думаю, что здесь надо что-то сделать. Торговые ряды, торговые ряды, торговые ряды вряд ли. Может быть, что-то музей, вот тот же Иванов, который находится в том вот здании, где Ринвестбанк. Ну, что-то интересное, чтобы люди приходили. Здание площадью более 2,5 тысяч квадратных метров необходимо реставрировать. На сегодняшний день стоимость производственных работ составляет 131 268 353 рубля. Еще после приватизации здания власти намерены были открыть там культурно-выставочный центр. Первоначально рязанские власти хотели продать торговые ряды за 152 с лишним миллиона рублей. Однако теперь стартовая цена составляет 101 миллион 600 тысяч рублей.